Движение к мудрости. Попытка увидеть эту мудрость где-то вот рядышком с здравым смыслом, но за пределами этого здравого смысла. Принимать решения и действия, быть активным в ситуации с непредрешенным исходом. Вот исход непредрешен, а ты действуешь. Это не всем угодно, а нужно всем сегодня. Значит, какой-то есть механизм передачи, отбора, хранения, передачи какого-то опыта. Мне нужно научиться менять ситуацию, влиять на ситуацию. И этот талант, он нуждается в том, чтобы его просветить. Я пытаюсь сейчас сложить вот эту формулу мудрости. Здравствуйте вам, здравствуйте, кто нас будет слушать и смотреть на ютубе. Вы находитесь на ютуб-канале компании Эвко, ну а вы, соответственно, у нас на лектории находитесь. У нас сегодня тема, я даже не могу найти ответ на вопрос, почему мы раньше эту тему не заявляли. Потому что, может быть, с нее нужно было бы и начинать. В гостях Тахир Юсупович Базаров, доктор психологических наук. С темой, которую он сам предложил, мудрый бизнес и практическая психологика. А я в качестве представления хочу вам сказать, что мы познакомились в пандемию. И заочно, онлайн, мы друг друга сначала увидели в экране через Zoom. И как-то вот оно так общали, ну, какое-то интересно. Как будто, когда ты человека встречаешь, потом Тахир Юсупович приехал к нам на Лиман. И такое ощущение, там, гитара, что-то, песни. Вот как будто ты знаешь человека давным-давно. Вот такое ощущение было. Но я вам хочу сказать другой факт про Тахир Юсуповича. Он у нас на архипелаге в августе этого года в Новосибирске представлял психологов. То есть мы, и эта лекция есть, ее в описании видео оставим. Так вот, вся команда, все присутствующие после сообщения Тахир Юсуповича, его воспринимали, называли философом. Вы помните, да? То есть Тахир Юсупович, как бы, ну, у нас там был представитель философов заявленный, и Тахир Юсупович у нас был принят как философ. Потому что, наверное, психология — это и есть философия, потому что все это изучает человека. Добрый вечер. Очень рад, Сергей Николаевич, оказаться здесь, на вашем лектории. Информация — это топливо для знаний. Информированных людей очень много, но они ничего с этой информацией поделать не могут. Осведомленных людей много стало, потому что много сведений, которые они пытаются понять, применить. Но со знаниями проблема. Там как раз тема понимания, либо тема постижения. И вот этот переход в эту сферу, мне кажется, наметился сегодня как движение к мудрости. Попытка увидеть эту мудрость, увидеть что-то где-то вот рядышком с здравым смыслом, но за пределами этого здравого смысла. Сверх этого, что ли. Отсюда особый интерес, мне кажется, в том числе и у студентов сегодняшних, не только у взрослых людей. Я хотел начать со стихов. Самуил Маршак. Все-все знают это стихотворение, мне кажется, оно просто вот в тему нашу. Ты много ли видел на свете берез? Мороз, быть может, всего только две. Когда опушил их впервые мороз или в первой весенней листве. А часто ли видел ты близких своих? Всего только несколько раз. Когда твой досуг был просторен и тих, и пристален взгляд твоих глаз. Вот про вот эту вот просторность, про пристальность, понимаете, вот где-то здесь скрывается вот та самая мудрость. И мне кажется, очень важно, почему психологика. Все время исправляют. Как это, К-9, как она называется автоматически? Психологика. Они все говорят, психология. Я говорю, да нет психологика. Он спорю я с ними. Он говорит, нет никакой психологики. Вот формальная логика есть, математическая есть, диалектическая есть. А психологической нет? Да быть того не может. Мы живем в рамках той логики, которая свойственна нам. Для меня сегодня будет очень важно с вами поделиться некоторыми соображениями. Вот интересно, откликнется ли у вас такой подход к тому, к тому, как человек, особенно в ситуации неопределенности, неуверенности, неизвестности, невозможности, вот что он делает, как он преодолевает для себя вот эту, в общем, эту ситуацию. Здесь облако тегов. Это мы со студентами начали это исследование. Студентами Московского университета, я имею в виду, факультета психологии. Частично Московский институт психоанализа подключился. И вот эта попытка понять, что с человеком происходит в этой ситуации. Потому что, понимаете, тут важный момент. Я вспоминаю своего учителя, наверное, каждый помнит своего учителя. Мой учитель Галина Михайловна Андреева, мы ее так называли ГМ, до сих пор называем ГМ, светлая ей память. И мы живем в некий переходный период, который начался где-то в конце 70-х годов прошлого столетия. То есть то, что сейчас мы проживаем, началось в 80-е годы. И оно продолжается по непонятной траектории, для многих непонятной траектории движения, и нам, психологам, непонятной. У нас задача просто состоит в том, что как бы это ни было непонятно, надо, тем не менее, что-то сделать такое, чтобы человек мог совладать с этой ситуацией. Люди, когда соединяют свои общие усилия, то они делают это тремя разными способами. Вот если перенести кирпичи, то либо они становятся в цепочку, либо они, каждый берет какое-то количество, переносит, либо они это все свалили куда-то, в тележку, эту тачку перетащили, а потом выгрузили. Это три основных способа. ГМ Андреева намекнула в конце 70-х на то, что это все хорошие способы, совместно индивидуальные, взаимодействующие, последовательные. Но есть еще один способ, а именно совместно творческий. И мы вошли в эту ситуацию как раз в связи с тем, что к этому моменту в менеджменте, в бизнесе, в науке, искусстве, во всяком администрировании, вдруг стала проявляться другая парадигма. Она совершенно иначе. Ведь ученые же тоже как-то управлялись до этого. Искусство как-то жило. Как-то создавались произведения, искусство, шедевры. Но как-то они обходились без административных часто решений. Что-то там происходило особенное. И менеджмент стал обращать внимание на эту сторону. И в чем особенность этой совместно творческой деятельности? Я вот несколько императивов вынес на слайд. Это, мне кажется, очень важно сегодня. Сегодня мы все оказались в этой ситуации. То есть 80-е годы догнали теперь всех. Там частично некоторые были задействованы. А теперь все. Первый принцип – индивидуальное творчество. Это не просто креативность. Это сверхнормативная активность. Это надситуативная активность. Сверхнормативная. Роберт Семенович Немов об этом говорил. Надситуативная. Вадим Артуревич Петровский об этом пишет. То есть умение действовать, принимать решения и действия, быть активным в ситуации с непредрешенным исходом. Вот исход непредрешен, а ты действуешь. Это не все могут, а нужно всем сегодня. Диана Борисовна Богоявленская, замечательный совершенно наш исследователь, одаренности, творчества. Как-то я у нее спросил, говорю, Диана Борисовна, слушай, а вот есть ли какие-то новые методы? Ей 91 год исполнился в этом году. Она говорит, подожди, подожди, ты со студентами кейсы проводишь? Я говорю, ну конечно. Им нравится? Я говорю, они без ума от кейсов. Да, интерактив, и столько всего интересного возникает, что на стыке преподавателя и обучаемых. Она говорит, ну и все, ну и хорошо, ты закончил занятие, скажи им, кто еще хочет порешать кейсы? Пусть напишет тебе на почту. Где-то месяца через три мы встречаемся. Она говорит, ну что, дружок, как дела? Я говорю, все хорошо, только мне кажется, что-то из этой группы 25 студентов всего двое прислали. Она говорит, о, вот это они и есть. Не все способны на сверхнормативную активность, не все способны к совместному творчеству. Не ожидай. Вот этих двух, вот их возьми на заметку. Вот с этими двумя продолжай работать, в них продолжай инвестировать. Остальные закончат, все у них будет нормально в жизни. Не переживай. А вот из этих можно кое-что вырастить. Ну, в какой-то момент я понял, знаете, как-то сидел в пробке в районе Ногатинска. Еду домой после занятия. У нас заканчиваются они 21.40 на Маховой. Вот я еду, думаю, слушай, а что я делаю вообще? Чем я занимаюсь? Что у меня за работа такая? Или профессия в чем? Лекции читают. Все читают лекции. Ну, что тут читать лекции? Занятия проводить, практикумы. Да тоже все. Нет, конечно, ты там умеешь асессмент делать. Ну и что? И это можно научить. Нет, ты что-то должен делать другое. И я тут вдруг осенил об меня. Я занимаюсь тем, что нахожу и зажигаю звезды. Вот из тех молодых людей, которые приходят учиться, у которых есть талант. И этот талант, он нуждается в том, чтобы его просветить. Как это делать? Социальное творчество в чем? Создание разного рода социальных структур. Как это структурировать надо? Жизнь. И уметь это делать. На днях челябинские школьники, мы вот через экран с ними разговариваем. Я говорю, ну чего, давайте проект сделаем. Они говорят, как проект? Я говорю, ну концепцию сначала, давайте продумаем, как это. Вот вы собираетесь, восьмиклассники, классные ребята, просто потрясающие. Ну чего? Я говорю, надо поставить цель какую-то, понять, кому это нужно, выбрать и двигаться в этом направлении. Но как-то надо структурироваться. У вас всегда в групповой работе есть три аспекта. Первый аспект – это содержание. То есть предмет, которым мы занимаемся. В нем надо разобраться. Второй аспект – это организация. Как этапно мы можем двигаться к результату. Причем сначала представить результат, в обратном порядке прийти к сегодняшнему дню, а потом построить дорожную карту. А третий аспект – это эмоции, это отношения, это алхимия, которая должна между вами возникнуть. Это должно быть интересно вам. Вы друг другу должны быть интересны. И вот через проектную реальность удается создавать, это действительно, без этого никуда не деться сегодня. В условиях совместного творчества обязательные условия. Культурное творчество. Образцы. Нам важны образцы. Причем образцы, которые… Ну что есть культура, вот так если разобраться? Я сейчас, культурологи пусть меня простят, антропологи тоже с философами. Я по-простому. Что есть культура? Если я иду к сельскому хозяйству, то оттуда все пошло-то. Были культурные растения и некультурные. Растущие сами по себе. То есть культурные – это те, которые человек вдруг отобрал по каким-то свойствам. Ему нужно было, чтобы вот такие они были. Ну и замечательно. Значит, какой-то есть механизм передачи, отбора, хранения, передачи какого-то опыта. Так, а когда мы собираемся к челябинским этим ребятам? Когда мы собираемся в следующий раз? Вот в декабре у нас мы хотим… Мы уже поняли, какой проект. Все. Мы поняли, что такая вот особая у нас, особый регион, очень много разных групп, этнических групп, конфессиональных и так далее. И мы хотим разобраться все-таки, в чем разница между разнообразием и многообразием. Я говорю, хорошо, все, мы уже с вами движемся. То есть вы хотите понять, чем отличается концептуально салат Оливье от Винегрета, чем Барселона отличается от Риала. То есть вы хотите концептуально это понять, а не туда. Мы это и хотим понять. Почему? В одном варианте главное, чтобы были отдельные ингредиенты, и они звучали, каждый из них. И я уже собираю этот вкус и говорю, вот я почувствовал сейчас огурчик соленый, но потом он вместе со всем остальным вдруг превращается во что-то. А в другом случае мне готовое дают уже целостное. Я беру это целостное и использую. Говорю, замечательно. Ну раз вы это делаете в декабре, то тогда ведь получается, что «12-я ночь Шекспира» для нас важна. Придется проштудировать. Ведь удивительная комедия, которая абсолютно не похожа ни на что, что им было написано. Ну раз это происходит в России, так нам святки нужны. Ну как же, 12 декабря, Петр Ильич Чайковский, времена года. Значит, надо будет и это произведение раскрыть. Погружаемся в культуру, без которой невозможно двигаться в этом пространстве. И, наконец, принцип морального творчества, когда мы говорим про то, что является регулятором, этическим регулятором поведения того или иного человека. Стыд? Тогда это групповая история. Вот в этой группе стыдно, а перешел в эту группу, здесь не стыдно. То же самое. Может быть, вина? Федор Михайлович Тостоевский. А может быть, совесть? Или все-таки моральное одолженствование, как некие моральные принципы, которые нерушимы в любом случае. И вот, проходя через это, а тут никуда не денешься. Время такое. Я сейчас не обозначил пятый принцип. Мы про него думаем, и я думаю, что скоро мы как-то это сформулируем для себя понятным образом. Это принцип духовного творчества. Как наш замечательный философ Григорий Сковорода говорил, «Душа делает траву травой, дерево деревом, а человека человеком. Без души трава – это сено, дерево – это дрова, а человек – труп». Вот где-то здесь проходит очень важная такая человеческая особенность, которую необходимо поймать, и она становится ключом к решению очень многих вопросов от ситуации неопределенности. Это вот такое облако тегов, которое как раз в пандемию мы начали собирать. Что же помогает людям? Надо было понять, что является тем, что помогает человеку справиться с трудностями, с разными ситуациями, вводит в ресурс. Я подумал, что, может быть, это и есть психологика. Может быть, это и есть какой-то путь, который позволяет с этим справиться. Техническая сторона вопроса, как будто бы методическая, психотехническая, но которая стала каким-то предметом моих интересов, моих коллег. Что? Давайте пройдемся через эту реальность. Ну, с любопытством, я думаю, здесь практически все понятно. Все, что касается любознательности ребенка, поиск новых открытий, даже при том, что у Варвари нос оторвали, понимаете, оно остается... Это как бы специальный прием такой, чтобы это любопытство, любознательность не развивались. Ну, родители понимают, что детям эту возможность надо предоставить, потому что это и есть первые шаги к познанию мира, в котором этот ребенок оказался. А он всегда неожиданный, он всегда неопределенный, так что с этой неопределенностью мы сталкиваемся с самого рождения. И хорошо, когда родителям удается, удается дать возможность эту любознательность реализовать. В качестве примера любопытной истории для меня привожу вот эту замечательную семью Морозовых. Самое интересное, что в музее предпринимательства и меценатства в Москве на Шаболовке, если кто там бывал, вспомнит, а так там работала Елена Ивановна Калмыкова. И как-то я с ней связался и говорю, а можно я студентов приведу на занятия? Она говорит, конечно. Вы минут сорок своего времени уделите моим студентам? Она говорит, с удовольствием, конечно. Но я не ожидал, что будет. Потому что было следующее. Пришли студенты, сели вот не хуже, чем вы. И она вдруг начинает рассказывать про семью Морозовых. Говорит, так, молодой человек, как вас зовут? Как вас зовут? Как ваше имя? Кирилл. Кирилл. Вот внешне вы очень похожи на основателя династии Савва Васильевича. Так, выходите, сядьте вот здесь вот. Так, а вы, как ваше имя? Инна. Вы очень похожи на его супругу замечательную. Входите сюда, и вот разыгрывается этот интересный внутренний спектакль. После чего возникают разные вопросы. Причем я сижу здесь же, да? И я на эти вопросы, в общем, не нахожу особых ответов. Вопрос номер один. Как только стало больше тысячи человек в Орехово-Зуево, на их предприятии, какой вопрос нужно было решить самым главным? Мы долго дискутировали, выясняли все, что сегодня делается, включая роутеры, надо было поставить, и компьютеры хорошие. Не, мы не смогли ответить на простой вопрос. А вы... А? Знаете ответ? Построить храм. Совершенно верно, вы говорите. Но они решили по-другому. Рабочих надо накормить. Понимаете? Для меня это было просто откровение какое-то. Но действительно, как мне такая простая мысль в голову не пришла. Все пришло, кроме этого. Что они же работают, их же надо накормить. Возникает второй вопрос. Как решить эффективнее эту задачу? Было масса вариантов. Прекрасные решения предлагали студенты. И свое сельскохозяйственное предприятие, и вот там и себестоимость другая. Нет, говорят они. Слушайте, они ведь откуда-то пришли. И для них та пища является... А потом, это же выгодно тем селянам, не знаю, крестьянам, с которыми мы обратимся. И создаются вот эти альянсы между предприятием и крестьянскими хозяйствами. Удивительно. Для меня это было просто удивительно, потому что самое главное во всей этой истории для меня это было приземленность. Нахождение ответа близко к природе, природе человека, природе каких-то отношений. Стало понятно, что я, говоря про эффективность, сегодня должен думать о проактивном, оптимальном предотвращении будущих важных проблем. Что я могу для этого сделать? Каким образом? Какая мудрость здесь может быть для меня? Понятно стало, что через изменение ситуации. Мне нужно научиться менять ситуацию, влиять на ситуацию. Как влиять на ситуацию? Долгий разговор, но, слава Богу, в нашей культуре есть произведения таких выдающихся людей, как Юрий Михайлович Лотман, Михаил Михайлович Бахтин, через которых мы можем это узнать. Через события. Нам нужно научиться создавать события. Причем, когда говорят «эвент-менеджмент», это не менеджмент событийный, по-русски. По-русски события – это мероприятие. «эвент-менеджмент» для нас – это мероприятие. Для русского человека, или в русском языке, или в русской ментальности, событие – это то, что вспоминается, это то, что обсуждается, это то, что меняет представление о том, что сейчас происходит, хотя вроде бы обсуждается то, что было когда-то. И в этом смысле события всегда граница между ситуациями. Одна ситуация завершилась, другая начинается. И через события я это обозначаю для себя. Я наблюдаю сейчас некоторые компании, таким образом событийным, управляют своим бизнесом. Причем иногда они это делают по наитию, иногда продумано как бы методологически. Вот в одной из компаний в этом году, да, в этом году, Международный форум труда в Санкт-Петербурге, я был потрясен просто. Хорошо, у меня была возможность модерировать эту встречу. Я слушаю доклад, какой-то, знаете, календарь «Майя» они рисуют. Календарь «Майя» с августа по декабрь. У них что-то такое происходит. Я начинаю вчитываться, я задаю вопросы, начинаю выяснять абсолютно точно, что делают люди. Смотрите, они готовят к декабрю некое событие, к этому подбирают людей, которые будут причастны к следующему шагу, проводят, реализуют это событие под видом, да, ну, архетипы ведь никто не отменял, у нас есть что-то архетипическое, да, Новый год, под Новый год они это все проводят, бац, и новая ситуация. И они каждый раз обновляют себя, обновляют и состав в том числе физический, ну, как бы, как говорил один мой питерский друг, немножко рисковато, но очень точно, мордальный состав, понимаете? меняют. Но самое главное, что даже при том, что люди остаются те же самые, меняется ролевая структура, меняется подход, и это абсолютно точно обновление, каждый год, через события. Удивление. Что такое удивление? Когда мы слышим слово удивление, что для нас самое главное в этом слове? Это следующий шаг после любопытства, после реализации любознательности. Что значит диво? Неожиданное что-то, то, чего я не ожидал, что-то новое, то, чего не было, я вдруг вскрываю в том, что наблюдаю, то, чего не было никогда. И самое интересное, что за этим скрывается в том числе и некий пласт знаний, потому что удивление вызывают знания. Ну, конечно, это может быть связано с какими-то катастрофами, всякими событиями, но, ну, я имею в виду Грилова, его эту картинку, фрагмент из Помпеи в данном случае. Но самое главное, что я дивлюсь тому, что вижу. Вот ключевая штука. Что-то происходит с моей психикой в этот момент. В чем ничего эзотерического, это абсолютно нормальная человеческая реакция. Меня удивил Майкл Рейнерс у этой идеи стратегического парадокса. Конечно, мощная история. Я сегодня даже попробовал с одним игроком, человеком, который любит играть в разные, в том числе, азартные игры, проверил кое-что. Но парадокс-то в том и состоит, что конфликт, текущая бизнес-модель вступает в конфликт с этой стратегической неопределенностью. И самое интересное, что когда мы занимаемся стратегией, то стратегический выбор, он не только о положительном, он и об отрицательном. Что плохого мы можем увидеть там, оказавшись в этой точке, куда мы движемся. Но самое интересное, вот здесь вот игрок мне сегодня помог в качестве такой внутренней иллюстрации и валидизации этой идеи, что противоположность успеха не поражение, нет, заурядность. Вот что противоположность успеху. Вот где мы проверяем себя. Если мы пришли, не знаю, чтобы выиграть деньги, проиграли деньги, это как бы одна история. Это мы из другой когорты людей. Но если мы пришли и поражение для нас это заурядность этого дня, этой встречи, ничего не случилось. Ну, проиграл я деньги, ну и бог с ним. Но это было не заурядно. Это было особенно. Понимаете? Я познакомился с какими-то людьми. Не знаю, Федор Михайлович выиграл Баден-Баден, а потом бабах, и все проиграл тут же. Понимаете? Но потом появился все-таки игрок. Появилось какое-то продолжение из вот этого самого удивления возникшее. Мне кажется, вот это очень важный момент. Юбер Леоте, у меня нет фактических, исторических данных. Вы уж меня простите, и вы, и те, кто смотрит. Понимаете? Но я был поражен в свое время, будучи в Марокко, когда мне рассказал один удивительно наблюдательный и наш соотечественник, который там жил долгое время, мне рассказал эту историю. О том, как... Ну, вы помните, это был Танжерский мир 1912 года, когда Марокко было поделено на такие части протекторатские. Не колонизировано, а были протектораты. Часть ушла Испании, часть отошла Франции. Вот эту французскую часть надо было как-то осваивать. Экспедиционный корпус возглавил генерал Юбер Леоте. И понятное дело, что местным это не нравилось. Они нападали на французов, но потом придумали такую интересную штуку. Прятались в мечети. Французы заходили, вытаскивали их оттуда, значит, расстреливали и шли дальше. Для Леоте стало интересно, почему то, что я делаю, приводит к еще большим проблемам. Этих восставших становится все больше и больше. Вроде я делаю правильно все, но, как говорил один мой сослуживец, говоришь правильно, но неверно. Понимаете, что-то не то. Он задумался. Что-то надо делать. Как-то надо придумать эту историю. Он сел и издал приказ, что французским военнослужащим запрещается входить в мечети. Запрещается. Особенно вооруженным. Фантастический приказ. Что вы думаете? Эти же не знают о приказе. Они нападают, продолжают нападать. Французы, дисциплинированные военные, окружают мечеть и не входят внутрь, стоят. Им запрещено туда входить. Вдруг в какой-то момент местные прихожане и священнослужители выводят этих ребят, говорят, это не наше. На всякий случай. Знаете, это чужие какие-то люди. К нам они не имеют отношения. Через три месяца все закончилось. Иногда вот эти парадоксальные решения вызывают удивление. И ты думаешь, я не к тому, что есть контринтуитивное мышление. Оно есть. Действительно сейчас хорошо изучается. Один из примеров. Такие маленькие тоненькие сигареты считают, что это менее вредно. Понимаете? На самом деле очень вредно. Они действительно, ну что делать? Вот такая жизнь. Мощное развитие медицины. Сейчас просто представить себе невозможно, как она развита. Но кругом одни пандемии, диабет не лечится, не растет кокос. В общем, все очень плохо. Развитие образования мощнейшее. Каких только методик нет. Каких только не придумали способов видеорегистрации. Видеолекции куча просто. Любого университета мира. Бесплатно. Входи. А что мы имеем? Профессионализм снижает. Они у нее не растет. Агросектор мощно же развивает. Потрясающе. А неудовлетворенность к качествам продуктов нарастает. А в мире вообще, говорят, голод. В очень многих местах. Службы безопасности. Ну, здесь вообще отдельная тема. В случае, я не русского языка. Знаете, безопасность и защищенность. Это разные вещи. Безопасность, когда ты, как бы, объект. Кто-то должен обеспечить твою безопасность. А защищенность – это такое существительное, которое предполагает активность. Ты можешь защитить себя. Поэтому при увеличении безопасности нарастает незащищенность. И это парадокс, который наблюдаем повсюду. Информационные потоки, растерянность, чувство манипулируемости. Приоритет традиционных ценностей, о которых мы говорим, что мы за традиционные ценности. При этом распад семьи. Можете продолжить этот список. Он важный для понимания той ситуации, в которой мы находимся. И это вызывает удивление. Меня удивил Николай Васильевич Верещагин, брат знаменитого художника. Он после завершения службы на военноморской вернулся к себе. Тогда это была Новгородская губерния, сейчас это Вологодская. В районе Череповца была их усадьба. И он решил заняться, после службы в военно-морских силах, решил заняться сыроварением. Что достиг потрясающих результатов. Вот то масло, которое называется Парижским в Европе, вообще-то Вологодское. Вот с тех пор, когда он прошел через выставку 1902 года, потрясающий результат. Но самый интересный вопрос, который в этом... Какая была самая большая головная боль в начале развития молочного производства? Хранение, транспортировка, логистика, реклама. Какие еще мы слова из современного языка можем по этому поводу предложить? Культура потребления. Что еще? Не поверите. Представление о чистой посуде. Не было представления о чистой посуде. Но так же, как вот этот стол, я считаю чистый. Спасибо организаторам нашей встречи. Чистый стол. А если сюда пригласить хирурга, как вы думаете? Что он скажет? Насколько стол чистый? И вот эта особая способность людей фиксировать какие-то параметры реальности, она же не в реальности, она здесь. Она в моем представлении. Это и есть ключевая вещь, на которую мы сегодня обращаем внимание. В связи с той ситуацией, в которой находимся. Это и есть потенциал. Это и есть возможность. С экономистами, управленцами у нас продолжаются дискуссии по поводу того, все-таки что такое ресурс и резерв. Вот если у тебя есть деньги на счету, но ты не можешь снять их, не можешь никак использовать, они у тебя есть. Ресурс у тебя есть, а резерва нет никакого. То, что ты можешь использовать, у тебя этого нет. В организациях очень часто есть сотрудники, подразделения, департаменты. Возникает новая задача. Некому решать. Ресурс огромный. Резерва нет. Если я столик не зарезервировал в ресторане, у меня, конечно, есть возможность и желание, но я же не могу его занять, потому что кто-то обеспечил себе резерв, в отличие от меня. Понимаете, вот этот потенциал, как способность людей решать задачи неожиданные, а сейчас вообще еще страшнее ситуация. Что я буду делать, чего бы ни случилось? Планировать это невозможно. Речь идет о какой-то готовности к этому. Изумление. Следующий шаг. После любопытства и удивления. Что значит изумление? Я вышел из ума. Изумился. Я вышел из ума. Что значит вышел из ума? Куда вышел? Куда попал? Выйдя из ума, куда попал? Я преодолел все эти границы рациональности, границы формальной логики и попал куда-то. А куда можно попасть? Что у нас еще есть, кроме интеллекта? Аффект. Эмоции. Я попадаю в эмоции. Я попадаю в самую древнюю способность моей психики взаимодействовать с этим миром. Вот это очень интересно. Посмотрите. Мы не случайно про философию заговорили с утра. Вот, пожалуйста. Платон. Сократ. Диалоги театета. Ну, там, 40 лет назад, будучи студентом, конечно, я это изучал, но сейчас я вдруг обратил внимание, что про изумление, с которого начинается философия, говорили древние греки. То есть мне нужно... Вот это вот удивительно. Абсолютно рациональная наука философии. А я через изумление к ней подключаюсь и начинаю что-то понимать. Возможность при адаптивности. Разбуди меня сильного к битве со смыслами. Класс. Даниэл Хармс. Разбуди меня сильного к битве со смыслами. Да и Бродский неплохо выпускникам колледжа сказал, что пора бы нам перестать быть лишь бортливыми следствиями, попытаться хоть немножко стать причинами в своей жизни. Ведь сама встреча с любой внешне заданной ситуацией, она предполагает определенный способ взаимодействия с этой внешней ситуацией. Ну, вот Петр Николаевич Шихерев, светлой памяти, но в свое время, ну, не знаю, меня поразил тем, что возможна такая лестница, она возможна. То есть самое, какое животное там первое у нас зелененького цвета. Все говорят, самое изменчивое животное. Я говорю, самое постоянное животное. Это вокруг него все меняются. А он-то постоянен по отношению к этим изменениям. Есть какой-то механизм адаптации к тому, что меняется вокруг. Внутренняя адаптация. Ну, ладно, там есть люди, которые занимаются хамелеонами, понимаете, они мне говорят о том, что это очень такое хрупкое животное. Очень многое зависит от температуры, от той пищи, которую съело это животное. Но, тем не менее, здесь очень важно понять, что сегодня нам надо становиться, ну, эту метафору использовать для своей жизни. Индивидуальной жизни, организационной, групповой. То есть что такое, какие у нас должны быть механизмы, которые позволяют адаптироваться быстро к меняющейся ситуации. Но здесь еще есть какой-то зазор. Какой-то есть зазор. Не знаю, 57 секунд. Кто-нибудь смотрел такой фильм про 57 секунд? Или так он называет? Мне вчера внук рассказывал про него вечером. Поразительная история. То есть задержка 57 секунд. Вот что-то происходит, у человека есть такая возможность эти 57 секунд вернуться обратно в прошлое. Он возвращается, перерешевывает задачу, чик, и выигрывает. Ну, представьте себе, не знаю, там, рулетка. 57 секунд. Он уже знает, какое попало. Да, обратно, и ставит туда, куда оно и должно попасть. Хорошая метафора. Замечательная. А я что-то задумался. А если вперед? 57 секунд. Тебе дается на то, чтобы увидеть будущее. Тебе этого хватит, чтобы к этому подготовиться? Вот ты знаешь, какое будет будущее, потом возвращаешься. Или ты будешь как студент, перебирающий билеты. Иногда это выглядит как издевательство, конечно. Я говорю, выбирайте любой. Смотрите, выбирайте. Вот какой вам понравился, на тот и будете отвечать. Ну, не всем, конечно, но есть такие, которым я говорю, да, возьмите, пожалуйста. Это пытка. После третьего билета, он говорит, дайте сами. Какой-нибудь. Выбирать это очень сложно. Понимаете? Вот это вот вторая история, она связана с другим зверьком, с мангустом. Это история, которая, ну, она такая продолжающаяся, как матрешка, понимаете? Дом, который построил Джек для меня. Потому что не Джек для меня построил дом, а для меня это как вот эта история с Джеком, который построил дом. И вот в 1978 год обсуждается статья двух выдающихся людей, Мираб Константинович Мамардашвили и Владимир Петрович Зинченко. И вот в завершающей речи Мираб Константинович вспоминает Норберта Виннера, который отвечает европейцам, которые возвращаются из тропиков, из джунглей. Они пишут в своих дневниках, что видели таинственную вещь. Танец мангуста. Непонятно, зачем этот зверек по много часов выделывает эти акробатические упражнения, сальто всякие и пируэты. А Виннер им говорит в книжке 1956 года, посвященной кибернетике. Он говорит, как, чего? Это он же готовится. Вот что он делает. Он готовится к встрече с коброй. По много часов. И для него это вопрос жизни и смерти, между прочим. А не просто так он танцует. Мираб Константинович говорит, так, подождите. Значит, у нас есть в нашем сознании некое пространство, в котором мы можем выстроить нечто. 57 секунд или больше. Нечто такое, что за пределами нашего существования находится. И в этой реальности построить какое-то решение. Но самое главное, мы можем это проверить при встрече с реальностью. Ну, то есть, в данном случае, с коброй. Замечательно. И только где-то к 2000, к нулевым годам, я начинаю понимать, о чем они говорили. Так подожди, получается, он побеждает, этот мангуст, потому что встреча с коброй, любая встреча с коброй почти, 95-98% случаев, это выигранный поединок для него. А вот для кобры нет. Кобра, она сильна. Она все знает, как волк, в отличие от собаки, понимаете? Все знает. И она реактивна. Она думает, что она может реагировать на происходящее. Смотрите, что нам надо соединить. Соединить. С одной стороны, вот эту фантастическую адаптивность отработать сегодня. С другой стороны, эффективную реактивность. То есть, что-то неожиданно возникло, а у нас готов какой-то набор ответов. И плюс, конечно, проактивность как подготовку. Но опять непонятно. И Зенхауэр говорил, план ничто, планирование все. Какой-то из американских генералов сказал парадоксальную вещь, что когда мы не воюем, мы тренируемся. А когда мы воюем, мы обучаемся. То есть, есть какая-то условная ситуация тренировки, а есть какое-то настоящее обучение. В реальных условиях. Как это соединить? И, наконец, интерактивность, когда мы воздействуем на внешнюю реальность. Тут сложнее с животными при всех интеллектуальных возможностях живых существ. Даже дельфины, высшие млекопитающие, высшие приматы. Там сложно. Это все-таки какая-то человеческая особенность. Все-таки есть что-то такое человеческое. Знаете? Отличающее нас от животных. Например, человек отличается от животного тем, что он ест с аппетита, а не с голода. Человек единственное существо, которое знает о конечности бытия. И при этом продолжает жить. И испытывает счастье от настоящего. Человек единственное существо, которое оплакивает ушедших. Больше никто этим не занимается. Хотя мне тут уже выдали много вариантов с лебедями связанные, со слонами, с бегемотами и так далее. Я думаю, надо докопаться, что там у них это означает. Особая суть человеческая. И люди, в отличие от всех других существ, знают не только своих родителей и детей. Они знают про родителей. Они как бы относятся всерьез к внукам. Что это тоже какое-то существо, имеющее к тебе отношение. Но я-то хочу вам сказать, что с тех пор, как я стал дедом, понимаете, я уже пять раз испытывал это счастье, я понял одну очень важную вещь, что по-настоящему любить можно то, к чему ты не имеешь непосредственного отношения. Вот у меня сложилась такая мысль. Когда это твое, оно как бы твое. А вот когда оно через поколение, или твои ученики написали статью, например, или провели исследование, это настолько классно по сравнению со всеми твоими изысканиями, текстами и так далее. Вот это любопытная особенность человека, с которой мы сталкиваемся. И интерактивность она из этой серии. Когда я создаю некую историю, и она переворачивает. Может технология, это может быть технология, это может быть событие, это может быть какая-то идея, но она переворачивает всю историю, понимаете. И, наконец, инсайт или озарение. Любопытство, удивление, изумление. Я вышел вот в эту сферу эмоций. И инсайт. Я тут же получил озарение. Я прикоснулся к чему-то неожиданному, но открывающему для меня новые горизонты, новые решения, новые возможности. В этом смысле это очень интересная вещь, которая приводит к смене парадигм. Частично я обозначу, это не все, конечно, не все, что меняется, но вот кое-что к сегодняшнему разговору я бы хотел отметить. От адаптивности к преадаптивности, от безопасности к защищенности движения. Неопределенность – это та эпоха, которая началась с великих географических открытий. Думаем, что Колумб знал, что ли, куда он там? Он знал, что земля круглая. И вот если пойти вот туда, за этот мыс, вот Португалии, вот африканский этот мыс, то, видимо, он шел, он-то думал, что он в Индию попал. Неопределенность была высочайшая, но не было неизвестности. Мы сегодня живем в ситуации неизвестности. Мы не знаем, есть этот поворот, что там, совершенно непонятно. Непонятно, цель – это результат или процесс. Постоянно меняющиеся ситуации. Что для меня управленческая цель? Мы можем хронометрировать вслед за богом Хроносом, а можем начать уже все-таки посматривать на Кайроса и увидеть, а где тут события, а где тут то мгновение, которое приводит к успеху, к результату, к каким-то конкретным эффективным действиям. Очень хорошая сегодня тема обязанностей и обязательств. Вроде бы похожие слова. Но один это делает из обязанностей, а другой – из обязательств. И контроль, конечно, совершенно разный. Если это обязанность, то этого человека надо все время контролировать. Если это его обязательства, то это некое авторство того, что он делает. Это часть его собственной личности. Я все-таки возвращаюсь к незавырядности. Я пытаюсь сейчас сложить, ближе к концу разговора, своего монолога, сложить вот эту формулу мудрости. Что мудрость связана с незавырядностью. Все эти переходы, мы понимаем, что Хадок, конечно, тоже доставлял информацию. Он мог это сделать. Причем узелки завязывали специально, чтобы не забыть. Да, в узелке-то ничего нет, кроме узелка. Все, что есть, вся информация в том, кто этот узелок будет интерпретировать и передавать другому. Но, тем не менее, почтовый голубь классный совершенно персонаж тоже мог доставить любовные письма, либо информацию в крепость какую-нибудь осажденную. Но что происходит сегодня? Все решения, кстати говоря, незавырядные. Мне очень понравилось на этой территории, я здесь впервые, где-то Эдисон. Эдисон, яблочкова нет. Яблочков придумал лампочку накаливания, заработал на этом Эдисон. То есть здесь фамилии людей, которые заработали, я так понимаю, на идеи. А не тех, которые это придумали. Попов, придумавший радио. Где-то должна быть платформа имени Маркони, который заработал на радио. Это очень интересные переходы. Мы очень изобретательны, но абсолютно не инновационны. Как говорил тот самый профессор MIT Грэхэм на одном из питерских форумов. Вы больше любите молоко, чем корову. Вы хотите молоко, а надо же еще и корову как-то содержать, ее надо же тоже любить при этом. Незаурядность. Каждое из этих решений, оно было выходящим из ряда вон. И в этом направление, с моей точки зрения, мудрости сегодня. Сменяется парадигма восприятия времени. Мы уже немножко говорили. Прошлое, настоящее, будущее. Вот то лукавство, с моей точки зрения, которое существует в языке. На самом деле, прошлое – это то, что прошло. Осталось былое. Значит, я вот сейчас вам прочту несколько строк. Полвека не могу принять, ничем нельзя помочь. И все, уходишь ты опять в ту роковую ночь. А я осуждена идти, пока не выйдет срок. И перепутаны пути, исхоженных дорог. Но если я еще жива наперекор судьбе, То только как любовь твоя, Как память о тебе. Перед смертью написала эти стихи. Гражданская жена Колчака, Анна Темирева, в 1975 году. Незадолго до смерти. Это где у нее? Это в прошлом? В настоящем? Вопрос, который для каждого из нас, С точки зрения понимания времени, Является, на мой взгляд, ключевым. Потому что былое, это то, что было. И осталось вместе со мной. Является частью меня. Провожу эксперимент. Фотографии принесите из дома. Все всякие, ну всякие разные, принесите. Смотрим фотографии. Это вы? Что там? Что за ситуация? Не помню. Но я узнаю, что это я. Кто эти люди вокруг? Что было? Что мы запечатлели? Оно в прошлом. То есть, этого нет. По сути, для юридической науки это есть. Это факт, который зафиксирован. Существление психологики. Этого нет. Это не часть моей жизни. Я это либо вытеснил, либо я не знаю, что со мной произошло. То же самое по поводу грядущего. Обратите внимание, грядущее, ведь оно движется в обратном направлении. Оно идет к нам. Каждый момент времени, оно наступает. Я должен быть к этому грядущему готов. Концептуальное знание. С точки зрения мудрости, ключевая, ну тоже ключевая, не самая наряду с незаурядностью, ключевая вещь. Был такой период, когда каждую последнюю пятницу месяца я ходил вместе со своими коллегами в тиры. Мы стреляли из пистолета Макарова. Там надо было три патрона, 30 максимум, 25 зачет. Все нормально, 25, нет проблем. Я к нашему инструктору, Аркадий Валентинович, дорогой. Слушай, что-то здесь не то. Ты мне объясни. Какой-то здесь секрет есть. Говорит, ну какой секрет? Ты понимаешь, когда ты стреляешь, никогда не ищи точки. Ее нет. Она появляется после выстрела. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Вот после выстрела, да. А куда она цель-то? Целься в область. Вот выбери область, которая близка к той цели, которую ты хочешь поразить. Вот и все. Больше ничего. Второе. Когда ты стреляешь, никогда не жди момента. Его нет. Момент будет, когда будет выстрел. А до этого его нет. Это какая-то абстракция. Это идеализация твоего желания. Его нет в реальности. Поэтому ориентируйся на период. Вот должен быть какой-то период, в течение которого возможен этот самый выстрел. Супер. Пространство и время. Я говорю, Аркадий Ильич, мы же с тобой друзья. Слушай, пять лет. Ты мог бы мне сказать об этом раньше? Я бы сказал, но, во-первых, ты не был готов услышать ответ. Я говорю, как ты понял? У тебя вопроса не было. Я так и понял. Я не был вопрос. Думаю, да. Это очень важный момент. Концептуальное знание, которое переносится из одной области в другую. Не вижу, не еду, например. Концептуальное знание. Из двухсорящихся неправ тот, кто умнее. Гёте. Тоже концептуальное знание. То есть нечто, не имеющее непосредственного отношения как будто бы к реальности, но являющееся ключом к решению очень многих задач. Павел Владимирович Малиновский, мой старый друг, коллега. Вот его определение. Я считаю, что одно из лучших определений на сегодня управленческой цели. Что это процесс. Причем взаимного соотнесения. Смотрите, у нас несколько пространств, с которыми мы работаем. Мы что соотносим? Образ желаемого результата у нас есть. Мы его держим. Он может меняться. У нас есть действия по отношению к этому образу, по достижению этого образа. И у нас есть контекст, который меняется. Конечно, процесс. Конечно, никакой не результат. Либо будем подгонять под этот результат свои действия и свои решения. Про ответственность. Субъектность – ключевая штука сегодня. Без субъектности не бывает мудрости. Три основных «С». Самоопределение, самоорганизация, синхронизация. Знание о самом себе. Некоторые думают, что главное, какие ходы следующие, насколько шагов вперед, шахматист думает и так далее. Не в этом дело, говорят гроссмейстеры. Главное, как ты понимаешь свою ситуацию. Что за ситуация, в которой ты находишься сейчас. Точка «Б» замечательна, но если ты не знаешь точки «А», то ведешь себя немудро. Надо точно понимать, чем ты можешь воспользоваться. Самоорганизация. Ну, странная вещь, конечно. Как люди вообще могут организовываться? Как они могут влиять друг на друга? Создавать какие-то сообщества? Самоорганизуясь. Причем это как бы мое внутреннее движение. Роли. Очень интересно. Что за роли? Эрик Берн. Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди. Еще с конца 60-х. Знаменитое исследование. На этом построен транзактный анализ. Но мы продолжаем наблюдать. Поскольку роль – это ведь форма, в которой может существовать наша психика. Точно так же, как мы же не можем сказать про воду ничего. Мы можем сказать, что бутылка – есть форма, в которой эта вода сейчас находится. Либо река, либо море. Но что есть вода? И в этом смысле, что есть я, в чем моя индивидуальность? Она в этой роли. Роль – это роль, как некие ожидания от моего поведения. И нечто заданное. Когда мы прочитываем эту историю, то мы можем увидеть очень интересные всякие ходы. В связи с тем, что мы находимся в этом здании, опять же, помните, была встреча, за историческую правду не гарантирую, но кейс хороший. Когда Константин Сергеевич Станиславский пригласил Сталина в МХАТ, Константин Сергеевич встречает Иосифа Суреновича, протягивает руку и говорит – Алексеев. Сталин жмёт руку и говорит – Джугашвили. Было всего два слова сказано за весь диалог. Кстати, Сергеевич напоминает вождю народов о том, что он точно знает, что, кстати, Сергеевич – старший сын, наследник. От того замечательного бизнеса под названием «Золотая канитель», которая использовалась в России и в царском дворе, и у патриарха, и в очень многих местах. Вся золотая нитка была от них. Они её производили здесь вот. Ну, не в этом здании конкретно, но в похожем, чуть подальше. Понимаете? И он говорит – Алексеев. Сталин понимает, что он говорит. Он понимает – верни всё, что забрали. Он говорит – Джугашвили, что я тебя могу вернуть? У меня ничего нет. Я не обладаю никакой властью. Это вот подводная часть айсберга, которая нам даёт возможность понимать, как самоорганизуются люди. Через какие сложные контексты, подтексты происходит сама коммуникация. Опять возвращаюсь к Карлу Юнгу, к его идее синхронии, о том, что причинно-следственные связи, они могут быть совершенно иными, чем нам кажется. И сегодняшней организации опять нужна мудрость. Для чего? Чтобы была синхронизация без предварительной договорённости. Как обеспечить синхронизацию работы команды без предварительной договорённости? Вот это ключевая тема. Способны мы к танцу совместному. Не способны. Мы готовы учитывать, причём не отказываясь от собственных убеждений, не отказываясь от подходов, которые есть у нас. Учитывать мнение другого. Мы способны вместе из красного и жёлтого получить оранжевое. Мы способны вот в этой концептуальной схеме, помните Майкл, фильм с Траволтой, где его везут журналисты куда-то в столичный какой-то город, нашли этот фантастический персонаж с крыльями ангела. А между собой журналисты обсуждают. Один говорит, спрашиваю этого другого, теперь кроссворд решает, слушай, что противоположность белому? Чёрный, конечно, чёрный. А герой Траволты сидит там на этом диванчике, говорит, а у русских красный. Сегодняшним студентам сложно понять Траволту, потому что они думают, что это связано с рекламой красное-белое. Это винный магазин, по-моему, да? Они думают, что это с этим связано, поэтому у меня есть всегда возможность им рассказать про белогвардейцев, красноармейцев, про гражданскую войну. Вот, по крайней мере, уже возникает какой-то интерес. Но самое интересное, кто смотрел этот фильм на английском языке и на русском не видел этот фильм, они мне говорят, слушайте, а что, там нет такого? Я говорю, как нет такого? Нет, там этого нет. Я начинаю просматривать, начинаю делать нарезку для студентов, чтобы показать. И там я пропускаю момент, потому что, видимо, слов нет, визуальный ряд используется. Яичницу он готовит. У него раскалывается яйцо, и оттуда ожидаемо вылетают, естественно, белок и желток. Я понимаю, что в яйце противоположность белому – это желтая. И поэтому быть уверенным на 100%, что противоположность белого обязательно черная, в общем, не стоит. И синхронизация возникает только в том случае, если у нас много разных пониманий, разных концептуальных версий, где мы можем пересечься. То есть это вот тот пазл, который сам движется, понимаете, в направлении друг друга. И вот тогда, возможно, это синхронизация. Почему очень важно много вкладываться в образование. В начале 80-х я был на творческом вечере. У нас сегодня тоже, я так понимаю, творческий вечер. Творческий вечер выдающегося нашего поэта Евгения Александровича Евтушенко. И в полемике, в такой, знаете, поэтической, они же совершенно по-другому понимают, воспринимают слово, пользуются. Он говорит, образование – это вот образовывается личность. Образовывается личность, было образование, не образовывается, не было, было обучение, подготовка, что-нибудь еще, тренинг. Личность образовалась. Вот это очень важно. С точки зрения синхронизации мы все время говорим, что ровня вообще все люди, которые вместе в этой команде, они ровня по ценностям, по подходам, по взглядам. Потому что если они ровня, не получается консенсус. Не получается. И правы те руководители наши, отечественные, которые говорят, нет консенсус ни в коем случае. Нет, нет, нет. Это бессмысленное занятие, человек будет использовать право вето, все это глупости и так далее. Но когда им удается хотя бы один раз увидеть, как достигается консенсус, это ведь удивительная энергия, которая возникает в связи с развитием личностного потенциала. Три В. Первое. Воображение. Развиваем воображение. Благодаря воображению мы, собственно говоря, можем заглянуть за горизонт, увидеть стратегические цели. Благодаря воображению мы становимся свободными. Мы можем стать свободными, если разовьем себе воображение. Внимание. Тут ключевая вещь. Внимание к слабым сигналам. Сильные сигналы и так слышны. А вот слабые надо находить. Человек молчит, посмотри ему в глаза. Может быть, у него есть что сказать. Сделай так, чтобы ему захотелось сказать. Найди этот слабый сигнал. Он тебе определит общую реальность. Мы же все время пытаемся к подлинной действительности приблизиться. Пытаемся. Мы знаем, что никогда этого не получится. Потому что вокруг нас это сумма субъективных реальностей. Но чем больше этих субъективных реальностей, картинок, миров индивидуальных мы увидим, тем мы ближе к этой самой подлинной действительности. И, наконец, воля. Довольно сложная категория в психологии. Потому что в одних учебниках вы увидите в определениях, что воля – это усилие, предпринимаемое субъектом по преодолению каких-то трудностей, препятствий, барьеров. А у других вы увидите, что воля – это выстраивание барьеров и препятствий по отношению к каким-то своим интенциям. Понимаете, вот чего-то нельзя делать, и ты должен включить волю. И это как будто бы противоположный процесс. Но самое главное здесь – самомотивация и ответственность, о чём мы уже говорили. Чем всё завершается? Вот там у нас было замазано вначале – благодарность. Смотрите, самое высокое, самое энергетичное состояние, в которое человек может попасть. Это то состояние, которое позволяет. Вот я даже иногда, когда у меня больше времени, чем сегодня, предлагаю людям так вспомнить ситуацию, когда он был по-настоящему благодарен. Неважно кому, неважно по поводу чего, может быть, даже самому себе. Вот вспомнить это состояние. Вы знаете, люди, попадающие в это состояние, испытывают абсолютно позитивную, абсолютно мощную энергию, в которой трудно что-либо сделать с человеком. Но невозможно, плохого сделать с ним невозможно. Ни заболеть не может в этом состоянии. Понимаете, ни обидеть его никто не может, ни оскорбить никто не может. Состояние благодарности особенное. Я тут вспоминаю митрополита Антония Сурожского. Если вы еще не посмотрели какие-то записи его выступлений, это проповеди, но они очень похожи на лекции. С одной стороны, сам язык, конечно, фантастический, которым он пользуется, он почти не жил в России. Он родился, кажется, в России, но в очень молодом возрасте был вывезен. Он из страны возглавлял зарубежную православную церковь. Но дело не в этом. Меня потрясла вот эта история. Несколько историй меня потрясли. Сейчас про одну только расскажу. В парижском метро в 43-м году, в самый разгар войны, но уже когда было понятно, что у немцев ничего не получается, его останавливают и предполагают, что он английский шпион. Он говорит, да я не английский шпион, честное слово, я русский. Вот это удивляет офицера этого патруля ССовского. Говорит, да документы, да документы. А у него вот это все происходит внутри. Он говорит, нет ничего у меня сейчас, вообще ничего, не прошло. Они вышибут все из меня. Я вычеркнул сейчас, все сотру. Нет никакого будущего. Я знаю, что оттуда не выходят. Там никакого будущего не бывает. Я отказался от будущего. Передо мной вот этот момент. И он вот это почувствовал, этот момент, офицер-то к нему обращается. Может быть вы антифашист? Он говорит, да антифашист. Как вам вообще ситуация? Мне нравится, что вас гонят везде. Этот немец возвращает ему документы и говорит, вот там дверь, никого там нет, идите туда. Я, говорит, выхожу из этой ситуации. И он вспоминает об этом, как о состоянии, когда твоя кожа, вот все твое тело, это и есть ты. Это вот то состояние, в котором должна быть молитва. А я так думаю, что и преподавание должно быть в таком состоянии. Ничего другого нет. Консультирование должно быть в этом состоянии. Вот есть ты и другой. Больше нет ничего. Вот войдя в это состояние, как раз можно выяснить, что есть преобразующее событие. Вот, и благодарность. Ну и, я так понимаю, что, подводя итог, какая здесь версия по отношению к ситуации неопределенности? Неуверенность преодолевается через очарование. Неизвестность через таинственность. Это не неизвестность, это таинственность. Там есть тайна, которую надо постичь, решить, прикоснуться. А невозможность через порыв, который ты себе позволяешь. Это твое решение, ты можешь это сделать. Первое, характеристика мудрости, незаурядность. Постарайся этого добиться. Постарайся то, что ты делаешь, делать незаурядно. Второе, все время ориентируйся на потенциал. Потенциал – это те возможности, которые еще не раскрыты. Но они раскроются, если ты будешь внимателен к этим возможностям. Третье, заземленность, как в случае с нашими замечательными Морозовыми. Смотри за теми закономерностями, которые происходят в жизни. Не усложняй, не придумывай ничего. Есть те законы, те механизмы, которые, в общем-то, они даны. Ты можешь это увидеть. Постарайся их увидеть. Через них понять окружающую действительность. И контекст – то, что тебя окружает. Что ты с этим делаешь? Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что цель превращается в смысл, когда попадает в контекст. Поменялся контекст, та же цель стала уже с другим смыслом. И вот это умение переходить из контекста в контекст, переосмыслять происходящее, является очень важной вещью. А тут вот эта самая книжка, из которой я рисовал, что для меня важно было вместе с Александром Крымовым попробовать прикоснуться к тому, что такое счастливая компания. В чем особенность счастливой компании по сравнению с несчастливой. Ну и завершаю. Вот, пожалуйста, последнее, о чем я хочу сказать. Это гипотеза, которая сейчас проверяется. Есть еще и межличностный контекст того, о чем мы говорили в этой психологике. Любопытство часто связано с доверием. Мы доверяем человеку любопытному. Нелюбопытному, ленивому мы не доверяем. Скучному не доверяем. Удивление в силу того, что там есть знания, есть чему научиться, есть что почерпнуть, вызывает уважение. Люди, удивляющиеся этому миру, скорее получат уважение со стороны других людей, чем неудивляющиеся. Изумление. Почему дружба? Здесь мне помог Лев Николаевич Толстой, который так сформулировал вопрос о том, какая часть тела является самой выразительной. Меня поразило то, что он высказал. Спина. Спина. Это та часть, которую мы не контролируем. Вот почему дружба, изумление. Мы позволяем себе только с людьми очень близкими. И кто увидел наше изумление хотя бы однажды, он становится нашим другом. Он почему-то к нам тянет. Потому что мы позволили себе выйти за пределы этого контроля. Инсайд с любовью связан, если кто помнит свои эти состояния или сейчас испытывает. Влюбляемся мы в тех, которых озарило что-то. И вот ты видишь, что он этим и отличается, или она отличается этим от других. Происшло озарение в твоем присутствии, ты это увидел. И возникает чувство любви. Благодарность, да, ближе к счастью, к этому счастливому переживанию мгновения. Ну и как на вырост идея, что творческое созидание ведет к благоденствию, в отличие от благополучия. Благополучие, оно связано с благоденствием, но это средство. Нельзя его ставить в качестве цели. Иначе благоденствия не будет никогда. Это можно заснять, я так понимаю. И есть. Спасибо за внимание. Мудрость, это она где живет? Это то, что накапливается в структурах подсознательного? Или это вот и есть наше сознание? Я думаю, что это сознание. Это сознание. Конечно, не бессознательное. Это та часть сознания, которая не мешает нам жить. Я бы так сказал. Вот представим себе, здесь доска на полу. И каждого попросить пройтись по этой доске. И каждый пройдет из присутствующего. Потом на следующем шаге мы приподнимем эту доску на 50 сантиметров всего. На полметра. И попросим пройти. Боюсь, что мало кто решится из присутствующих. Будут такие, кто решится. Мы же прошли. Мы же знаем, как это делать. Знаете, сознание что делает? Мешает. Мудрость – это то состояние сознания, которое не мешает. А мудрость представителей культур разных, она будет разная? Или она не зависит от того, в какой я в стране вырос и какая культура меня воспитала? Для этого надо провести Олимпийские игры по мудрости. Ваши ощущения? У меня ощущение, что одинаковое. Одинаковое. Как любовь матери к ребенку. Там ведь очень важен этот взгляд, когда ребенка кормят грудью мать. Взгляд ребенка, совпадающий со взглядом матери. Вот это ключевое. Вот с этого начинается вся эта лестница. Тогда по другой вертикали, а мудрость человека, живущего в наше время, с мудростью современника Льва Николаевича – это одно и то же или разное вещи? Опять трудно сказать. Я думаю, что в основном вкус воды примерно одинаковый. Что сейчас, что в те времена. Но описание этого вкуса может быть разным. Слова, которые используются, могут быть разными. То есть это попытка достичь какого-то согласия, во-первых, с самим собой, во-вторых, с миром, в который человек находится. У Льва Николаевича последние моменты жизни были довольно сложными, как мы помним. Можно ли сказать, что ему не хватило мудрости? Понимаете? Трудно сказать. Но думаю, что, в общем, если вы имеете в виду, читать или не читать, Льва Николаевич, читайте. Не, просто как комментарий. Мне трудно, если честно, с этим согласиться. И в отношении культур, и в отношении поколений. Потому что мудрость – это то, что помогает на ногах держать. То есть это то, что… Ну, то есть есть система смыслов, которая этику задает, образ будущего. Вот ты как-то смыслы, зачем ты здесь живешь, ты за это цепляешься. И это вот то, что тебе помогает в этом как-то ориентироваться. Ну и, соответственно, в разных культурах, в разных странах системы ориентировки могут быть разные. У верующего человека, у неверующего человека – это там мудрости разные. И даже у Льва Николаевича Толстого, который там в 30 лет, когда он «Войну и мир» писал, это был один человек. И когда он там в последние годы своей жизни, это был совсем другой человек. Посмотрите, здесь для меня самый важный момент состоит в том, что в какой момент происходит понимание. И мне все равно, на каком языке. На японском мураками будет давать мне понимание. Средневековый Рене Декарт говорит о понимании. Понимаю, что меняются формулировки. Да, они меняются. Для Декарта было понятно, что когита эргосум. Что я мыслю, следовательно, существую. Для англичан это было неприемлемо в XVIII веке. Они говорили, нет, не когита эргосум. Нет, я чувствую, следовательно, существую. Но это понимание. Это одна мудрость, это другая. Но и то, и то мудрость. И даже Фихте в XIX веке, когда он сказал, что нет, это все не то. Мне трудно, следовательно, я существую. И это мудрость. Для меня мудрость, она не связана со словами, которые человек использует. Она связана с мерой понимания реальности, в которой мы живем. И в этом смысле, я думаю, что берем любой религиозный трактат, и мы там увидим приближение к этой самой мудрости. То есть к пониманию. Даже того, что понять невозможно, нужно постигать. Кстати говоря, постижение сюда бы тоже отнес. Как механизм обретения мудрости. Я так думаю. Пока гипотезы, вопросы интересные, да. Надо задуматься. Что для вас, какое вы даете определение любви? Что для вас любовь? Воспользуюсь чьим-то определением, которое мне понравилось. О желании прикасаться. Это когда хочется прикасаться к этому человеку. Эльдар Рязанов, по-моему. Его, по-моему, это была формула, которая мне очень понравилась. От себя, я думаю, что там самое главное – растворение. Растворение в другом. Нахождение в этом растворении особого удовольствия. И высочайший уровень синхронизации. Который в другом месте, но надо специально придумывать. Люди почему? На танцы ходят, спортом занимаются. Видимо, ищут синхронизации. А здесь с близким человеком может синхронизироваться хоть всю жизнь. Пожалуйста. Ничто не мешает. И никто не может помешать этой синхронизации. Так бы я сказал. Спасибо за вопрос. В любимом спорте же тоже может быть растворение этого факта. В любимом деле в танце. В танце тоже можно раствориться. Да, но смотрите, здесь растворение без растворения, я бы сказал. Когда ты растворяешься, но ты все равно понимаешь, кто ты. Ты не теряешь самого себя. Это вот как разница между… Тут в перерыве мы чуть-чуть обсуждали. Разница между идентификацией и эмпатией. Понимаете? Вот представьте себе стоматолога, который идентифицируется с пациентом. Я бы не хотел к такому попасть. Понимаете? Он будет испытывать ту же самую боль, что и я. А как же бормашины и все остальное? Не идентификация, а эмпатия. Подсказка очень хорошая у Федора Ивановича Тютчева. Мне кажется, подсказка хорошая. Помните, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И вот ключевое… Все слова важны. Но вот в нашем разговоре, в нашем диалоге, здесь ключевое слово – сочувствие. Не сопереживание. Влюбленные не сопереживают, они сочувствуют. Что они сочувствуют? Создают среду для вот этих ощущений. Понимаете? Вот для этих чувств. Среду не непосредственно воздействуют, а через среду. Прикосновение. Там что-то специально приготовленное. Продуманное что-то наперед. Понимаете? Оно не есть прямое воздействие. Оно осуществляется через механизм сочувствия. Тахир Исупович, вы когда говорили про активные действия, упоминали мангуста, который готовится к встрече с коброй до самой встречи. А как к человеку готовиться? Насколько я понимаю, на примере, Сергей Николаевич вводит какую-то систему смыслов, которая остается постоянной, и опираясь на которую, можно прогнозировать будущее. А как это видите вы? То есть, как к человеку готовиться к будущему? Отлично. Это ключевой вопрос вообще сегодняшнего разговора. Самый простой и короткий ответ – стать мудрым. Самый короткий ответ, понимаете? А вот чтобы стать мудрым. И вот в чем эта самая готовность, причем готовность именно к грядущему? Ведь человек не готов. У нас же в детстве, вот меня учили, как пионера, будь готов. Я отвечал, всегда готов. Понимаете? И как будто бы понимал, о чем идет речь. К чему готов? То есть, это моя первая, моя субъектность. Я есть причина всего, что происходит со мной. Я отвечаю за последствия своих действий, своих решений. Я автор этой жизни. Одна из ключевых вещей, связанных с мудростью и с готовностью. Вторая – все три В я бы развивал, включая музыкальный интеллект. И оно связано с такой целостностью, что ли. Когда мы пытаемся понять, каким людям мы доверяем, то чаще всего среди критериев этого самого доверия выступает несколько вещей. Первое – компетентность человека. Это тоже характеристика готовности, причем междисциплинарная или транспрофессиональная. Второе – это порядочность. Причем версии не только нравственно-этической порядочности, которые там прочитываются сразу в этом слове. А версии упорядоченности. Человек упорядочен. Ты смотришь на него, он не из частей состоит, фрагмент, а вот он целостен. Ты его целиком можешь увидеть и понять. И третья характеристика, очень важная, это как будто бы человечность. Да, ну какая человечность? Вот едешь в метро, и все как будто бы предмет мебели, что-то такое неодушевленное. И вдруг увидишь однокурсника. Вот человечность, проявление вот этого, понимаете? То есть я бы сказал, что здесь очень хорошее слово, хорошее понятие – отзывчивость. Насколько отзывается во мне то, что происходит. Насколько я отзываюсь на то, что происходит. Вот эта вот отзывчивость такая очень тонкая вещь. И она работает на готовность. То есть это довольно сложный такой комплекс разных вещей, но в основе своей – это гуманитарная составляющая все-таки. Это образованность именно гуманитарная. Музыкальная, литературная, поэтическая. Поиск тех, казалось бы, не имеет отношения, вообще говоря, к моей готовности. Да ничего подобного. Это усиливает мою личность, усиливает мою индивидуальность. Представьте себе, что вы едите, у вас аппетит никуда не девается. При этом вы едите. Бывает ситуация, когда наелся, уже есть, уже не могу. Все. Вот это полный. А вот когда с аппетитом, и все продолжается. Вот это целостно. Они разные. Вы правы. Спасибо за вопрос. Существует ли такое понятие, как народная мудрость? Если существует, чем народная мудрость отличается от индивидуальной мудрости? И возможно ли безусловная передача народной мудрости представителю этой народности? Либо каждый должен ее постигать самостоятельно? Спасибо. Ух. Какой вопрос, а? Супер. Да. Да. Конечно. Конечно, существует народная мудрость. У каждого народа есть своя мудрость. И они совпадают во многом, эти мудрости. Все-таки своя. Своя, но совпадающая с другими. Мудрые люди, представители разных народов, всегда найдут общий язык. Насчет индивидуальной. Где она существует? Она существует... Я не хочу сейчас изображать из себя антрополога или культуролога. Я от себя скажу. Она существует в предметах искусства. Она существует прежде всего, конечно, в сказаниях разных. В пословицах, поговорках. Я забыл сказать, что я вообще коллекционер по жизни. Я еще и коллекционирую вторые половинки пословиц. Это я в советское время обнаружил, поскольку в Горьковке, в нашей библиотеке, МГУ, мы могли, в общем, свободно, пока нам искали книги, надо было чем-то себя занять. Мы там Брагаус, Ефрон, там вообще все эти древолюционные издания можно было в открытом доступе. Пожалуйста, возьми, садись, читай. И я был удивлен, что есть вторые половинки у многих пословиц. Вы знаете, как интересно. Там типа старый конь борозды не испортит. Ну, это все уже знают сегодня, но и глубоко не вспашут. Мудрость во второй половинке. Как бы семейно это ни звучало, мудрость во второй половинке. Понимаете? Москва слезам не верит. Ей дело подавай. Повторение мать учения и услада дураков. В том случае, если мы подпитываемся вот этой народной мудростью, то мы, конечно, сами становимся людьми, которые способны сомневаться и задавать вопросы, и что-то прояснять, что-то узнавать за счет любопытства. Потом мы же удивляемся тому, что мы обнаружили. Дойдите до состояния изумления. Выйдите из ума. Почувствуйте это всем своим телом. Вот целостно, целостно, целостно. Здесь не может быть одной традиции, которая противоречит другой традиции. Это придумки. Полностью. Нет никаких противоречий. Верующий человек, он и есть верующий. Понимаете? А в кого именно он верит? Я даже думаю, что один из самых верующих, тот, который написал «Верю в тебя, дорогая подруга моя, это вера от смерти меня, темной ночью хранила». Для меня это верующий человек. Понимаете? И он похож на таких же людей, верящих. Добродетель, добро, благородство. То есть он может рождать добро, влага. Вот что он может рождать-то. И вот это ключевая вещь, на мой взгляд, сегодня. Этот компонент будет усиливаться. Очень сильно. И спасибо вам за архипелаг. Потому что этический кодекс, вся эта работа над этическим кодексом для меня была, в общем, большим уроком. Большой мастерской многих людей, междисциплинарной ориентации. Каждый вносил свой вклад. И вдруг мы видели как бы возникновение чего-то такого целостного. Понимаете? Но все в жизни. На самом деле все в жизни. Народная мудрость, она в жизни. Через действия. Это как было, когда я в деревню приезжал со всем мальчиком. Мне давали деревянную лопатку. Потом такая крынка с сметаной. И говорят, взбивай. Я говорю, зачем? Они говорят, как зачем? Масло будет? Я говорю, да ладно. Честно, что ли? Да. Ну ладно. Это мой интересный эксперимент. Взбиваю. Пока я взбиваю. Я замечаю, что эта сметана становится все жиже и жиже. Но я же ходил в магазин. Я знаю, что масло твердое. А не жидкое. Вы понимаете? И вот когда вдруг эти вот ошметки стали появляться, а я же со злости продолжал. Не сдамся. Я не сдамся. Я умру здесь, за этим рабочим местом. Я буду это делать до конца. Понимаете? И вдруг оно появилось. Вот это было изумление, конечно. Но со временем пришел инсайт. Не сразу. Со временем. Что если хорошая сметана... Она раньше появляется. Не останавливайся. Взбивай. Обязательно получится масло. Обязательно. Нет других вариантов. Ни о чем не думай. Тут точно совершенно все. И вот эта готовность, да, и мудрость. Наблюдай за людьми. Что они делают? Послушай, что говорят. Ведь самое интересное там – это парадокс. Спасибо.